Вспышка ОРВИ и снова набирающий оборот коронавирус. Как убедить людей сделать прививку? Как новой? Уникальная операция под руководством доктора из Санкт-Петербурга на коленном суставе под пристальным вниманием камер и медиков из разных регионов страны. Кадры решают все, как удается чувашским машиностроителям покорять мировые рынки и привлекать в регион масштабы. Сегодня на заседании оперативного штаба глава Чуваши выступил за ужесточение в Республике антиковидных мер. Обескураживает то, что при наличии достаточного количества вакцин, доказанность их действенности, темпы вакцинации в Республике низкие, объяснил позицию Олег Николаев. Руководитель региона предложил минимизировать количество участников Всероссийского дня бега, который пройдет в эту субботу, и провести старты без выступления официальных лиц. И это только часть ограничений. Что и кому будет можно и нельзя, расскажет репортер Республики Ольга Алексеева. В театр по QR-коду, в кафе по QR-коду и в кино тоже по QR-коду вакцинированного от COVID-19. Разработать такой механизм продажи билетов на мероприятия сегодня на заседании оперативного штаба поручил глава Чуваши Олег Николаев. Также должны выработать систему возврата денег за уже купленные билеты тем, кто не вакцинировался. И это вполне объяснимо. За последние две недели число заболевших у ОРВИ выросло в 2,2 раза. Превышен пороговый уровень острых респиратомов заболеваний в Республике на 33%. Возможна эпидемия гриппа. В России уже регистрируются случаи гриппа, вызванные вирусом АН3Н2. Еженедельно регистрируется более 550 случаев вне больничной пневмонии. В Республике сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции. Не снижается число инфицированных. От мобильных групп тоже ждут конкретных действий. Увидел нарушение – фиксируй. Объяснение не действует. Страх утерян. Надо действовать через наказание. Поэтому дальше у вас, с вашей стороны, мы в течение следующей недели ждем только конкретных действий в виде фиксации конкретных нарушений, ну и соответствующего наказания. На этой неделе ежедневно регистрировали от 73 до 78 новых случаев заболевания коронавирусом в день. Эпид неблагоприятные районы – Ядринский, Красночитайский, Маргаушский, Цивильский и город Канаш. Рассматривается целесообразность введения дополнительных ограничений на предприятиях потребительского рынка, в которых количество вакцинированных работников менее 50%. Пациенты, которые имеют микс-инфекцию, то есть и вирус гриппа, и вирус, и коронавирусная инфекция, соответственно, у них шансов, если они не вакцинированы, шансов на выздоровление остается минимум. Это правда. Пациенты, находящиеся на стационарном лечении, более 95%, и это тоже факт, это не вакцинированные лица. Это единственное путем спасения, как говорится, и не шанс на спасение, как говорится, и самое главное, сохранение стабильной ситуации в нашей республике – это вакцинация. Сегодня 28% коечного фонда больниц республики направлены на лечение пациентов с COVID-19. Только за последнюю неделю дополнительно развернуто 300 коек. Рассматривается вопрос о повторном переводе больницы скорой медицинской помощи под COVID-госпиталь. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика. Рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия, которые жители республики отмечают в последние дни, в Минэкономразвитии объясняют ростом цен на топливо, подсолнечное масло и сахар. Ведь именно эти компоненты необходимы при производстве хлеба. В свою очередь, правительство региона делает все, чтобы сдерживать рост цен на эти так называемые компоненты. Еще один фактор, который повлиял на цену хлеба – низкий объем урожая зерновых. В итоге профильным министерствам было отмечено, что в сентябре цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 5,3%. В основном подорожание произошло в торговых сетях. Мы, конечно, пытаемся принять все меры. Отрабатываем и с производителями, и с производителями муки, и хлебопекарной промышленностью, и сферой торговли. Вот на данный момент заявили о повышении цен некоторых производителей хлеба. Безусловно, оно как раз и сказывается на повышении цен. Меры, которые сейчас предпринимаются правительством Чуваевской республики и на федеральном уровне позволят все-таки нам не повышать значительно цены на данный вид продукции. В Чуваевской республике недавно было выделено более 22 миллионов рублей на компенсацию расходов организации хлебопекарной промышленности. И на федеральном уровне более 6 миллионов рублей. 26 сентября вся страна отмечает День машиностроителей. Для Чуваш этот праздник имеет особое значение. Машиностроительная отрасль республики – основа промышленного комплекса региона. Она составляет одну треть в структуре обрабатывающих производств, в которых трудится более 20 тысяч человек. Отрасль включает в себя динамичное развитие металлургического производства, изготовление машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств. Тысячи людей трудятся для того, чтобы развиваться и развивать Чувашскую республику. О празднике машиностроителя расскажет репортер программы «Республика» Екатерина Никитко. Лидия Денисова и ее коллеги – ветераны машиностроения. Почти всю жизнь они посвятили работе на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Помогали в его строительстве, стояли у самых истоков. Неженская профессия работниц завода не пугала. Тогда, в далеком 1972 году, в Чувашию съезжались молодые специалисты со всего Союза. Первый трактор-бульдозер Т-330 был сдан в 1975 году. Сегодня промтрактор, как и другие предприятия, входящие в концерн тракторные заводы, промлит, Чебоксарский агрегатный завод, канажский вагоностроительный завод, продолжают идти по заданному курсу, успешно достигая плановых показателей и наращивая объемы производства. Поздравляем работников нашего завода, желаем им такого же патриотизма, с которым мы начинали работать на этом заводе. Какие у нас были планы, какие у нас были вдохновения, сколько было мечтаний. Все мечты сбылись, тракторные заводы развиваются, экономика республики и страны растет. Но главное в достижении успеха люди, отмечает и руководство концерна. Мы формируем большую часть валового национального продукта республики Чувашия. И самое главное, у нас работает 8,5 тысяч работников и плюс члены их семьи. Это большой состав людей, которым не безразличны, которые экономически активны, которые влияют на развитие нашей республики. Концерн тракторные заводы производит продукцию, которой практически нет аналогов на российском рынке. Что сделано в Чувашии, работает во всем мире. СПИК-2.0 предполагает создание такого производства, ну так это сейчас принято говорить, компетенции, которые до сих пор не было в Российской Федерации, а рынок, рынок потребителей на сегодняшний день удовлетворяет свои потребности, закупая импортное оборудование. СПИК-2.0 – это новый тип специальных инвестиционных контрактов, который ориентирован на формирование технологических компетенций в ключевых направлениях отечественного машиностроения. Хочется поздравить наших жителей, Чуваша, кто работает в машиностроительном комплексе, поздравить их с Днем машиностроителя, пожелать им и их семьям здоровья, благополучия, чтобы благосостояние их не росло, и чтобы в семье процветал уют и любовь. Работники заводов справляются с непростыми задачами и не останавливаются на достигнутом. Это позволяет предприятиям оставаться в лидерах и идти дальше к покорению новых вершин. Екатерина Никитко, Георгий Кривошейн, Республика. Два юбилея в одном месте и в одно время. В этом году Чебоксарскому аэропредприятию исполняется 75 лет. Свой юбилей также отмечает Международный аэропорт Чебоксары, которому 5. Наш репортер Анна Центовская выяснила, каким будет воздушный причал Чебоксар и когда завершится его реконструкция. 1946 год. Сельский домик в поле и кукурузник. Именно с этого началась история Чебоксарского аэропорта. За 75 лет он проделал длинный путь. От деревянных самолетов до современных лайнеров, которые теперь доставляют своих пассажиров не только в города России, но и за ее пределы. 2016 год стал одним из самых удачных в истории авиапредприятий Чувашии. На место маленьких предприятий пришло общество с ограниченной ответственностью Международный аэропорт Чебоксары. В этом году предприятие празднует свой первый юбилей – 5 лет. За этот, казалось бы, небольшой отрезок времени аэропорту удалось более чем в два раза расширить географию полетов, а поток пассажиров – в три. В 2021 году будет новый поставлен рекорд, абсолютный рекорд. Это 420-440 тысяч пассажиров мы планируем обслужить. И это, повторюсь, абсолютный рекорд данного предприятия – аэропорта города Чебоксары. Таких показателей аэропорт не видел со времен его образования. Еще одна масштабная задача выполняется прямо сейчас – реконструкция аэровокзала. Идет полным ходом. В планах не только полностью изменить внешний облик, интерьер, но и значительно расширить здание. Появится карусель выдачи багажа, а на втором этаже – кафе и вип-зона. Гармонично будут вписаны пункты досмотра и современные стойки регистрации, в том числе и для маломобильных граждан. Хоть вы не очень большое предприятие, но очень значимое. Вы все-таки являетесь воздушными вратами Чувашии. И здесь, как говорится, все проходит через вас. Мы очень заинтересованы, чтобы ваше предприятие работало динамично, последовательно реализовывать те задачи, которые стоят перед вами. На время реконструкции деятельность аэропорта не прекращена. Железные птицы и сейчас расправляют свои крылья, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения. А сотрудники делают все, чтобы путь каждого до самолета был комфортным. Завершить строительство аэропорта планируют к августу 2022 года. Анна Центовская, Елизавета Цветкова, Георгий Кривошейн, Республика. Обменяться опытом и провести сложнейшие операции. С такой целью в Центр травматологии и эндопротезирования в Чебоксарах приехал врач высшей категории Санкт-Петербурга. Как прошли операции и чем плюс такого обмена, опытом расскажет репортер программы «Республика» Анна Центовская. Прямиком из северной столицы. Александр Казимирский хоть и не в родной операционной, зато с привычными инструментами в руках. Сегодня он проводит одну из самых сложных операций в медицине. Замену протеза на коленном суставе. Совместно с коллегами-медиками из Чувашии. Сравнивая уровень оснащенности и подготовленности специалистов Чебоксарского центра с другими российскими, могу констатировать, что этот уровень наивысший. Большинство зарубежных клиник по многому ступит. А по подготовленности и по квалификации специалистов, я думаю, что многие наши отечественные учреждения, ну, незаслуженно они осуждаются в том, что они отстают чем-то от западных. Почти 6 тысяч эндопротезирований в год. Немного клиник, которые выполняют такой большой объем. Обменяться опытом и получить новые знания в Чебоксары приехали врачи из Самары и Башкирии. У каждого хирурга есть свои особенности. И вот это очень важно. Почему? Потому что все-таки мы занимаемся неточной наукой. И вот, если можно так выразиться, вот это ремесло необходимо передавать. И когда... А передавать им можно где? Только в условиях операционной. Показывая своим примером, показывая какие-то нюансы хирургической техники, и вот это, конечно, оно дорогого стоит. Такое сотрудничество самое плодотворное, отметили все участники встречи. Опыт, который наработан своими руками, ценнее всего. Тем временем, полученные навыки и приобретенные знания каждый из медиков заберет на свою родину. Анна Центовская, Светлана Белова, Павел Ракитин, Республика. Быстро, удобно, без очередей. Проект Чувашей разработки и внедрение удаленной системы предоставления услуг теле МФЦ признан лучшим на форме Профит-2021. Напомню, финал 9-го всероссийского конкурса региональной информатизации в эти дни проходит в Нижнем Новгороде. Проект направлен на создание комфортных условий при получении государственных и муниципальных услуг жителями отдаленных районов республики. Всего на конкурс была подана 251 заявка от Чуваши, 5 проектов. Оценивали работы представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Второе и третье места в номинации государственное и муниципальное управление организация деятельности органов государственной власти заняли проекты Удмуртской республики и Белгородской области. Большое спасибо коллегам из МФЦ за то, что они реализовали такой удобный, качественный и вообще классный сервис дистанционного оказания услуг для бизнеса и для жителей Чувашии. В эту субботу в Чувашии впервые пройдет акция «Культпоход в музей». В этот день бесплатно можно будет посетить Чувашский национальный государственный художественный музей, мемориальный комплекс летчика-космонавта Андриана Николаева. Вход на безвозмездной основе будет доступен только по QR-коду вакцинированного от COVID-19 в портала госуслуги. То есть посетить музей смогут лишь те, кто сделал прививку от коронавируса. Предложение активнее внедрять цифровые сервисы для популяризации вакцинации и повышение антиковидной безопасности озвучил глава Чувашии Олег Николаев на еженедельном совещании в Доме правительства. По такому же принципу будут допускать участников на Кросснации, который пройдет также в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Чувашии. Массовые забеги пройдут на Московской набережной в Чебоксарах еще в 21 муниципалитете региона. Участие примут как профессиональные спортсмены, так и любители бега. Предполагается, что в этот день по всей республике на массовый старт выйдут порядка 10 тысяч человек. В забегах могут принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Это главные новости Чувашии. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом я, Татьяна Молокова, с вами прощаюсь. Берегите себя. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова